Вот. Это я. Ну что ж, у меня есть 18 минут, чтобы высокохудожественно обосраться в вашем присутствии. Начинаем. По роду деятельности я занимаюсь брендингом. Здесь даже присутствует несчастный клиент, пострадавший от моих рук. Я просто его в качестве подобного кролика пригласил. И сегодня я вам расскажу о той подоплеке, на которой выросли, собственно говоря, все эти странные штуки, которые называются брендами. Собственно говоря, вот человек, который описал этот процесс задолго до того, как появилось слово брендинг. Он еще не знал, как много можно заработать на этих буквах. Это Чарльз Дарвин, который описал процесс естественного отбора. Как выяснилось, мыльные пузыри брендов, которые надуваются и, в общем-то, служат в основном тому, чтобы принести дополнительные деньги в карман своим создателям и владельцам. Основные деньги они, кстати, приносят разработчикам и дизайнерам, а основным потребителям они приносят удовольствие и дополнительные траты. Так вот, это странный процесс, который принято сейчас считать ненужным, вредным. И нормальный человек, в том числе я, считает себя брендой независимым. Вот поэтому я предпочитаю взять трусы, на которых написано мое имя или никакого. Потому что если на моих трусах написано Кельвин Клейн, мне кажется, что я снял их с трупа как-то неприятно. И, будучи в этом же тренде, я зарабатываю на трусы, на которых ничего не написано, с помощью делания трусов, на которых что-то написано. Позорно, да? Но мы все люди неискренние, лучше сразу признаться в этом. Интересно, зачем я это делаю, да? Почему мне не стыдно? Оказывается, бренды нужны. Я сам о том был удивлен узнать. И выясняется это именно тогда, когда они лопаются. Потому что, когда происходит кризис, когда у вас заканчиваются деньги, когда вы не настроены больше тратить их на пустые мыльные пузыри, в этом выясняется, что все-таки что-то остается. Что-то остается, и непонятно, почему оно остается, и зачем оно вообще нужно. Нужно оно для того, чтобы люди жили дальше. Вообще, сама природа устроила таким образом, что естественный отбор происходит не путем драк между самцами и выяснение, кто лучше. Все гораздо проще. Мужикам пора узнать, что естественный отбор базируется на выборе самок. Самки могут, наконец, понять всю свою значимость и расслабиться. Мужики их угнетали просто от зависти все время. Самка во всем животном мире, и в том числе и у нас, людей, выбирает из предложенного, из возможного, из доступного, из мужиков, того, от которого она будет иметь детей. Мужики, это плохая новость не того, за кого она замуж вышла, а того, от кого она будет иметь детей. Это не всегда совпадает. И, в общем-то, все усилия мужчин во всех породах направлены на то, чтобы доказать самке, что от него детей иметь хорошо, позитивно и перспективно. Для этой цели мужчины отращивают совершенно ненужные предметы. Например, гребень у петуха на голове. Ну, наверное, если люди взрослые, знаете, что такое пещеринское тело. Знаете, да? Мужчины, когда ваше пещеринское тело наполняется, ваше серое вещество отключается. Так вот, чтобы петух держал свой гребень в приподнятом состоянии, ему нужно накачивать туда большое количество крови, которую он может использовать для более полезных дел. Зачем он это делает? Затем, чтобы показать самкам, что у него столько здоровья, что и на это хватает. То есть, это дополнительные траты, совершенно ненужные. Собственно говоря, мы занимаемся тем же самым. Мы делаем ненужные траты и совершенно ненужные действия излишние, только для демонстрации того, что у нас здоровья хватает. Ну, или денег. Вот еще один пример. Замечательный животный воробий. Так вам известно, да? Знаете, что является для воробья символом сексуальной привлекательности? Основой для выбора. Размер. Они маленькие. Поэтому, чем воробей больше. Вот, поэтому, что такое парад любви у воробьев? Они садятся и нахохливаются. Вот так. Ну, вот, соответственно, чем дольше мне удается объем удержать, тем более я сексуально привлекательным. Вот это вот воробей. Ну, соответственно, так как мужчина не может так раздуться, да? Он может купить себе большую машину. Ну, Мерседес там или любой другой джип. Да, продемонстрировать излишества. То есть, если у него этого много, самки тоже хватит. Логика понятна, да? Дело доходит до угрозы здоровью. То есть, сначала это все имеет нормальную основу. Вот, например, несчастное животное, индюк какой-то африканский. Он надувает себе вот здесь мешок такой горловой и делает... Бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр сутками. Это очень вредно. Дело в том, что этот мешок даже иголкой можно проколоть. И он умирает от этого несчастного существа. Зачем он рискует своей здоровьем? И главное, почему санки выбирают этих уродов? Потому что они демонстрируют излишества. Вот как мне смешно, природа решила в самом начале, что тот, кто может продемонстрировать излишества, гарантированно обеспечит норму. То же самое происходит с людьми. За вот такую медальку они тоже жертвуют своим здоровьем. И первоначально весь процесс был запущен только одним. Самка, выбери меня. Имея вот такую основу вообще во всем животном мире, в том числе и в нашем человеческом роду, глупо не понимать, что все, что мы делаем в бизнесе, в брендинге, имеет глубокую физиологическую, антропологическую основу. Поэтому утверждать, что брендинг не нужен, это глупо. Она понимает, зачем он нужен. И это совсем не то, о чем думали экономисты. Другая замечательная картинка. Я сегодня всю ночь рисовал. Так что нужно говорить мне, что я молодец, мне будет легче. Видите, как старался? Так вот, беда естественного отбора, а может кому-то повезло, вы знаете, вот так вот. Это очень четкая инфографика, чтобы вы знали. В стае шимпанзе наиболее близкое к человеку и в любом человеческом сообществе, в любом среднестатистическом человеческом сообществе 20% самцов имеет 80% сексуальных контактов. Сидяющие здесь самцы и есть представители этих 20% естественно, их лучшие элитной части. Так что, а остальные 20% контактов, видите, они приходятся на голяшку, на колени такие, то есть на малоинтересные зоны. Вот в этих зонах пасутся еще 80% самцов, из которых многие вообще никогда в жизни не имеют шанса на размножение. По крайней мере, в животном мире. Естественно, любое существо стремится попасть туда, в эти 20%. Или хотя бы среди 80% занять не самое плохое положение. Это связано с тем, что любое живое существо имеет смысл в своей жизни размножение. И никто этого у нас в психологии не отменял. Мы все равно имеем этот же самый смысл. Любой бизнес, начинаясь, имеет своей целью размножение, захват, экспансию. Любой творец имеет своей целью экспансию своего творчества. Это все имеет ту же самую основу. Психология одна, просто мы даем разные начинки. Но механизм один. Этот грустный слайд я закрываю. Это более веселый слайд. Он демонстрирует, что как бы мы ни хотели, но единственным научно обоснованным способом взаимоотношений между консюмером-потребителем и производителем бренда является психологический контакт, основан на принципах естественного отбора. То есть выбора самка и самца. И в этом случае мы с вами, независимо от пола, товарища самцы-лидеры, мы являемся самками. Можно расслабиться. Эта позиция приятная и не требует большого напряжения. Хотя бренды в этой ситуации плодятся, размножаются, мутируют и бьются между собой за наше внимание, чтобы мы им отдались финансово хотя бы. Попробуем разобрать, какие инструменты являются эффективными в этом процессе. Значит, это самый главный треугольник, который обеспечивает психологическое выживание любой особи в любом высокоорганизованном стайном сообществе. Пункт один. Это значит быть живым. Любой из нас с вами хочет быть живым. Я нарисовал бутерброд. Ну, может быть, это не очень удачный символ, но мне кажется, да, что он хотя бы какой-то символический. Доказать того, что я живой, это очень простые физиологические удовольствия. Я ем, дышу, и меня не больно бьют. Это уже неплохо. Не дышать, не жить, и бьют больно, все хуже. А как только у вас это есть, возникает желание иметь больше. И вы понимаете, что выжить в стайном сообществе, мы стайные животные с вами, без любви, это номер два, невозможно. Любовь является таким же востребованным товаром, как бутерброд. Причем, на самом деле, бутербродов не нужно очень много есть. Это мы много едим бутербродов, можно меньше. Но если совсем не будет любви, нам будет так грустно, что мы начнем ехать слишком много и растолстеем. Вот, как Моника Левинский. Знаете, что с ней стало, когда ее перестали любить? Она стала есть много бутербродов, стала толстая и очень грустная. Вот, человек без любви болеет, потому что психологические ощущения любви и нужности вызывают выброс кровь огромного количества гормонов, участвующих в нашем жизнедеятельности. И если организм не выбрасывает этих гормонов, он болеет, физически болеет, это очень плохо. Поэтому человек ищет признаки любви, дружбы, востребованности. Я ведь нужен вам, да? Ты меня уважаешь? Ну и так далее. Любые способы годятся, лишь бы получить этот сигнал. Потому что реально начинается ломка. Мы все сидим на эндорфинах. Мы все наркоманы. От первого так придумано. И когда эндорфин заканчивается, у нас ломка происходит совершенно наркоманская. Попробуйте пожить неделю с полным убеждением, что вас никто не любит, и вы никому нахрен не нужны. Вы знаете, когда ломка будет? И температура, и колени будут болеть, и вообще... Вы не выживете, кстати. Я не уверен, что мы через неделю встретимся. И последнее, третье. Это желание быть круче всех. Как только вы убедились, что у вас есть битеброд, и вы, в принципе, востребованы обществом, у вас сразу включается инстинкт размножения. Такое чудо не должно пропадать, понимаете, да? Кто достоин размножения? Альфа. Альфа-самец. Неважно. Альфа-самка, то есть те, кто относится к элите. Элита, значит, король. Значит, надо быть круче всех. Значит, понятно, что круче всех, ну кто? Путин, Обама, да, их мало. Мало, которые круче всех. Остальные могут быть вторыми, третьи плохо. Надо быть круче всех. Это очень трудно добиться, поэтому бренды и занимаются тем, если бы у нас не было бы брендов, общество бы разбилось на очень маленькие группки, где люди бы палками выясняли, кто круче. Как, собственно, и было до сих пор. Вспомните, кстати, подростковый опыт, когда еще мало брендов было, а палок было много. Мы постоянно выясняли, кто круче, и это было иногда опасно для жизни. В обществе потребления нам нужно, чтобы люди спокойно ходили на работу, ходили в магазин и не выясняли на палках, кто круче. Есть еще пистолет и пулеметы, кстати, и атомная бомба. Легко можно получить ход, чтобы доказать, что круче и, наконец, размножаться. Правда, непонятно, с кем будет, но ощущение будет достигнуто. Поэтому бренды вот в этом мире живут. Они не живут в мире экономики, вернее, они не живут в мире экономики, но они не подчиняются со всеми законам. Они подчиняются законам физиологии. Общество хочет жить. И для этого ему нужно быть живым, быть любимым и быть круче всех. Как? Пофигу. Нужен сигнал. Мы умные люди. Мы прекрасно знаем, что я не настолько живой, как Путин, и не настолько крутой, как Эйнштейн. Ну, мне это сигнал дай. Мы выпьем с этого, не скажешь, ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Сигнал есть, я пошел размножаться, все нормально. Бренды, подключите сигналы. Вот наши инструментарии. Что такое в обществе потребления быть живым? Чем-то владеть. Это много чего-то. Много одинакового, много разного, ломящиеся шкафы или что-то дорогое. Это просто много чего-то. Или дорогое. Что такое в обществе потребления быть любимым? Войти в клуб, получить карточку любимый покупатель, жениться на красавице, неважно как. Любым образом, чтобы все точно знали, что ты любим. Мужчины американские спросили, они готовы провести ночь с Миллин Монро втайне? Или чтобы все знали, но ничего не было? 95% сказали, пускай все знают. На хрена мне сдалась ты Миллин Монро. Конечно. Очень важно, чтобы знали. Нужно подтверждение, что вас любят. Это подтверждение, не факт. Мы очень легко обманываемые. Наши системы очень несовершенные. Настоящие доступны очень немногим. А мы питаемся сигналами. Бренды дают сигналы. И, наконец, как стать номером один? Быть особенным. Купи фейли, сэконом. Ты умнее других. Все, готово. Участвуй в нашем собрании по плевкам в длину. Ты длиннее всех плюнул, ты круче тех, кто сэкономил на фейли. Вы оба счастливы и оба идете размножаться. Понимаете? Оба тратите деньги. Ты тратишь деньги на инструктора по плевкам в длину, а тот человек тратит деньги на фейли. Оба размножаются. Рождаете новых маленьких потребителей, для которых, опять-таки, мы чего-нибудь придумаем. Чтобы они тоже были самые крутые. Чтобы никто, не дай бог, не впал в депрессию. Ибо в депрессии люди мало покупают. Нам это невыгодно. Это было всегда. Во время войны, казалось бы, да? Зачем символы во время войны? Там все так жестоко. Подумайте, почему победители часто миловали своих побежденных? Что такое миловать и казнить? Это не просто убить. Это символ власти. То есть, от линейки просто убить, через победить, до миловать. Миловать – безумно ценный символ, который подтверждает номер один. В эпоху производства. Что такое угостить? Помните? Накрыл пир на весь мир. По усам текло, в жопу не попало. И как это еще? Столы ломились. Ну, как это? Либо столы плохие, либо нагрузили излишне. Да? Зачем ломить символ? Люди тратят огромные усилия на излишне, на символ. Ну, и, наконец, наша эпоха. Я нарисовал спичку от Дольча Габбана. Это все, что мне пришло в голову ночью. Но, мне кажется, это хороший символ, потому что вещь совершенно как бы неважная и быстро сгорающая. Но только через покупку такого символа можно доказать, что ты круче всех в рамках нашей модели потребления. Потому что воевать нельзя, посадят. Да? Угощать денег не хватит, уже миллиарды. Соответственно, остается что? Покупать. Если нельзя пойти с палкой и выяснить, кто круче, надо покупать. Это наш инструментарий. Пример. Самая большая покупка в истории человечества. Ну, известных нам. Князь Владимир выбирал среди конкурирующих брендов. Западная версия христианства. Иудаизм. Православие. И, предположим, буддизм. Да? Восточная религия. Он выбрал. Он сделал свой выбор. Давайте подумаем, почему. Почему. Быть живым. Быть живым, это значит иметь много. Помним, что князь Владимир был, извините, варвар. Да? Вот приходит он в буддийский храм. Там что? Фу, он в хоботом сидит. Ну, или какой-нибудь дядька. Да? Не впечатляет. А вот, например, западным христианским, а еще круче, Айя София. То, что сейчас мечеть, да? Или храм своей Софии. Это же огромный, покрытый золотом штука. Представляете, большая золотая штука. Это круто. Это точно живой. То есть, неживой человек не может иметь такую большую золотую штуку. Быть любимым, быть любимым, число приверженцев восточного типа христианства, то есть, православие очень большое, византийская империя. То есть, ты входишь в очень престижный клуб. То есть, вместе с этой религией ты входишь в престижный клуб. И, наконец, быть круче всех. На тот момент Византия в этом регионе была королем. То есть, ты присоединяешься к сильной группе. То есть, другие неправославные христиане слабее. Ты становишься круче всех. Исходя из этих предложенных бенефитов, данный бренд победил в конкурентной борьбе. Мы его купили с вами. Наступают плохие времена. Наступают плохие времена. А сколько времени остается до конца лекции? Уже закончилось, да? Извините. Наступают плохие времена. Бренды лопаются. Происходит большой бум. И вы говорите, что происходит в плохие времена. А происходит вот что, ребята, с одной стороны. Возникают бренды, которые, не имея на то оснований, пытаются пообещать все сразу. Бренды панацея, бренды волшебство и бренд золота. Бренд золота – это МММ, помним, да, он всегда возникал. Бренд панацея, кемлевскую таблетку кушайте, пожалуйста, да? И бренд волшебство – это, как это, 500 дней, там, программа по реорганизации России. Всегда такие бренды возникают в тяжелые времена. Недолгоживущие, но очень выгодные. Снял с лифта, убежал, скрылся. Чем слабее система координат, тем больше люди видят свою возможность сорвать куш, создав бренд разом, обещающий все по высшему разряду. Они либо быстро умирают, либо потом им стыдно, либо им не стыдно. Это уже их собственная проблема. Нам с вами в этом участвовать не стоит, потому что здесь сидят люди молодые, и им будет стыдно. Соответственно, может быть, это не такие плохие времена, может быть, и что-то хорошее. Может быть, все-таки это хорошие времена, потому что возможности, на самом деле, создания брендов все меньше и меньше. И это хорошо. Потому что раньше вы понимали, что вы обманули себя и потребителя через 2-3 года, стоя на паперти. И вам было стыдно. Сейчас вы понимаете это моментально, потому что вы не успеваете дать или до паперти, вас выкидывают с вагона раньше просто. И сейчас происходит удивительное дело. Вам действительно приходится брать палку и доказывать, кто круче. Вам приходится идти в реальность. Вам приходится делать клуб. Вам приходится делать кому-то массаж, чтобы она поняла, что вы ее любите. Потому что у вас нет денег купить карточку дорогого спа. Приходится самому учиться делать такие массаж. И вы понимаете, что может они так уж и плохо. Вам придется учиться танцевать, потому что у вас нет денег на премьеру в Мариинке. Вы учитесь танцевать. Идете в недорогую дискотеку и танцуете с своей любимой. Вы знаете, нормально для размножения подходит. Но это реальный мир. Происходит огромное вытеснение пассионарной энергии потребителей в реальный мир. То, чего раньше не было. Мы возвращаемся лет на 60 назад, когда люди реально делали руками игрушки на елке. Сочиняли новогодние песенки в семье. Да, и танцевали хороводы. О, ужас. Это наше время. Что самое интересное. Так было всегда. Всегда общество развивалось по спирали. Например, эпоху хиппи. Именно протестующая про тотальное употребление молодежь выдавилась в реальное пространство, где курила реальную марихуану, пела реальные песни и ездила в реальную Индию. И создала реальные новые ценности. Только в сочетании реальной жизни, которые применены, это не морщинистая жопа, это мозг. Так вот, когда применен мозг и сердце, рождаются реальные действия, которые намного конкурентнее фальшивых брендов. Но и эти же действия, ребята, являются самым вдохновляющим материалом на создание новых ценностей. Потому что, когда придет время, они созреют, и вы сможете дать людям эти сигналы и про то, что они живы, и про то, что они любимы, и про то, что они круче всех. Как случилось хиппи? Появилась индустрия музыки, появилась индустрия одежды, индустрия автомобилестроения, а сейчас это уже модный стиль, да, стилизация. Все портится, как говорится. Все, что начиналось, как искреннее противодействие, рождает в себя ценность. Ценность забирают промышленники, тиражируют, создается новый бренд. Сейчас вы находитесь во время, когда в онлайновом пространстве, в реальном живом пространстве люди накапливают новый кусок настоящих реальных, интеллектуальных и духовных ценностей, судьба которых очень проста. Через какое-то время вы же не к другому широкой попилите их на кусочки, упакуете бумажку, и они станут новыми, вечно живущими брендами. Спасибо. Нет, все, надоело. Отлично.